Например, боишься за один стол. Сколько способов? Два. Два, это не верно. Один. Один, потому что важно, когда сидят один перед другим. А вот когда сидят три человека за одним столом? Два. Три. Смотрите, один, два, три по часовой стрелке. Или один, три, два. Никаких не шесть. Вы договорились, что столы можно прощать так же, как мешки можно было запрутить. Поэтому количество способов здесь сколько? Три. Два. Два. Количество способов два. Когда я сижу за столом, всего три человека. Важно, кто сидит от меня справа, а кто сидит слева. Их я могу поменять. А больше ничего делать нельзя, потому что людей всего трое. Значит, количество здесь так. Так, еще. Если один человек за мной в столу не так, не внушаетесь, где все угли, и все понятно. Так, теперь наступает следующее. Три человека, два стола. Это очевидно. Три человека, два стола. Сколько? Неверно. Три. Три, конечно. Потому что важно, кто сидит один за столом, и какие двое сидят, вот. А когда двое сидят, то вот совершенно в 80-м столом это не важно. Так. Четыре человека, один стол. Это уже интересно. Четыре человека, один стол. Господа, я сегодня эти варианты вам даже выписывал. Может быть, все помнят? Сколько там было? Шесть. Шесть там было. Четыре человека, один стол было шесть. Перед тем, как заполнять столбец, я объясню вам, какие числа будут вот здесь. Значит, господа, давайте сразу возьмем общую ситуацию. Семь человек. Семь человек за одним столом. Представим себе? У нас люди были пронумерованы. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы можете сделать очень простую вещь. Вы можете сказать, что начнем отсчет с первого человека. Вот он где-то там сидит. Тогда от него справа сидит любой из шестей. Посадили от него. От того справа, любой из пяти оставшихся. От того, любой из четырех оставшихся. И так далее. Это, господа, шесть факториалов. Так же, как вот это, будет четыре факториала, то есть 24. Это пять факториалов, то есть 20. А это шесть факториалов, то есть 720. И вот сейчас наступает тяжелый момент. Вы должны опять вспомнить любимую сказку и попытаться опять подумать про мантию-невидимку. Господа, я настаиваю, что если вы сейчас хорошо подумаете, то вы сумеете придумать вот такую форму. Из шести по четыре это... Что же написать сюда? Повторяю вопрос. Кто понимает такую штуку, рассаживая шесть человек за четыре стола? Надеваем мантию-невидимку на шестого человека. Есть два варианта. Пожалуйста, говорите. Я как слышала, что они четыре, которые я вас... Не то. Явные формулы для чисел стихинга, если честно, по большому счету нет. То есть есть разные соотношения на них, разные комбинаторные формулы, в которых они участвуют. А вот так вот, как для чиселсочетания, просто явная простая формула, такого на самом деле просто нет. Поэтому мне не надо мечтать об этом. А нужна регурентная формула. Если у нас шесть человек рассажены за четыре стола. Вот написано. И при этом мы на шестого из них додели мантию-невидимку. Какие есть принципиально два варианта? Говорите. Не то. Да. Кто-нибудь посидит один из... Быстрее, быстрее. Какие быстрее? Шестой человек что? Пулемоцем. И на землю он сидит рядом. Либо он сидит со столом один, а тогда остальные пятеро сидят со тремя столами. И это ровно вот столько вариантов. Господа, перед этим слагаемым никакой коэффициент не нужен. Все. Ну или что угодно, коэффициент один. Ну так же, как здесь, кстати. Так же, как здесь. Все. Никаким коэффициент. Или он сидит где-то с кем-то. А значит, когда на него надели мантию-невидимку, то количество столов не изменилось. Их по-прежнему четыре, как здесь написано. А вот теперь очень интересный вопрос. А насколько надо умножать это число? Кстати, кто-то с места уже сказал правильный ответ. Но он сказал, что тихо по этому. На? Шнадцать. Неверно. Не на пятнадцать. На пять. На пять. Почему? Потому что он от кого-то сидит по правой руке. Ребята, у нас за четырьмя столами сидят пять человек. Так? Ну, он, конечно, где-то сидел в своей мантию-невидимке. Но, в принципе, он сидел где-то какими-то двумя. Чтобы нести определенность, давайте скажем, что он от кого-то сидел по часам стрелки. Да? Ну, и единоват. Идем в систему. Значит, здесь коэффициент какой? Пять. Пять. Спасибо, садитесь. Начинаем вычислять. Что такое число шесть? Как мы его сумели получить из предыдущих чисел? Три. Три. А по-моему, них нет. Получили. Получили мы два умножили на три. Честное слово. Два умножили на три. А как мы получили? Двадцать четыре. Шесть на четыре. А сто двадцать пять на двадцать четыре. Все отлично. Будуешь что-то прибавить? Замечательно. Здесь надо. Одиннадцать. Девять. 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 Двадцать. Девять. Отлично. Здесь надо. Один умножить на три. Прибавить. Шесть. Шесть. �ецкие. Ребята, у нас есть разные считания. Здесь надо. Смотрите, вот двадцать четыре, это получилось четыре на шесть. Здесь надо одиннадцать умножить на четыре. Плеск. Склошь четыре. Это плюс шесть. Десять. Помните, что у нас было? Сегодня число пятьдесят. Я вам разобвал. Теперь шесть надо умножить на четыре. И прибавить одиннадцать. Один умножить на четыре. И прибавить, получается, десять. Недолго осталось. Пять и пять. Весь пятьдесят. И двадцать четыре. Десять и семьдесят четыре. Тридцать пять на пять. Сто семьдесят пять. Сто семьдесят пять и пятьдесят. Двести на двадцать пять. Десять на пять. Десять на пять. Восемьдесят пять. Один на пять. Пятнадцать. Так, у меня досталось чуть-чуть. Но это чуть-чуть посчитать гораздо сложнее. Двести семьдесят четыре. Слушайте, я очень боюсь посчитаться. 274 умножить на 6 и плюс 120 У кого есть токулятор, пожалуйста, скажите ответ Следующее выражение такое 225 надо то же самое умножить на 6 плюс 274 плюс 225 И последнее я не сам могу Это 90 плюс 85, это 175 и 6 и плюс 12, 25 Так, народ, если кто-то ждет считать, дуйте мне 1764, так? Да Отлично, это? 1624 Берем чек 1624 Здесь? 1624 Так, а здесь сколько? 85 на 6 Это 483, 510 И 735 Так, на этом я уже влюблял и сказали, остальное я сам бы считал Смотрите, какая вещь Мы с вами сегодня ввели определение трех битов чисел А именно чисел стилен для подножки Чисел стилен для подножки Вот эти для подножки Вот эти для подножки И чисел сочетаний На самом деле у них есть огромное количество интереснейших свойств Например, я сегодня вообще ничего вам не объяснил о том, что бывает, если сложить числа в этом столбце. Давайте посмотрим. Сколько будет 1 плюс 1? 2. Сколько будет 1 плюс 2? 6. Сколько 1, 6 и 11, 6? 24. Значит, если сложить все вот такие числа стирлинга, то неожиданным образом мы получим такую форму. Число стирлинга из N2 на N2, O2 и так далее, и так далее, и так далее, по N. Неожиданным образом это N3.